Друзья, сегодня я хочу вас познакомить с работой одной очень интересной программы, которая позволяет увидеть ваше изображение, вашу картину еще до того момента, как вы приступили ее рисовать. Речь, конечно, идет о работе по фотографии. Итак, давайте посмотрим, как это работает. Друзья, поздравляю всех с началом нового учебного года. Надеюсь, мы проведем его вместе плодотворно и интересно. Я приветствую вас в новом видеодневнике «Прожилки». Здесь я собираюсь делиться с вами своими новыми творческими находками и различными приемами, которые не связаны непосредственно с написанием картины. Уроки живописи остаются у нас уже в сложившемся формате на моем канале. Итак, первый выпуск журнала «Прожилки» и мы с вами знакомимся с работой программы «Фотоскетчер». У меня в папке находится ярлык программы и фотографии, которую мы будем обрабатывать. Итак, нажимаем на ярлык, чтобы запустить программу. Теперь нам необходимо открыть изображение. Открываем изображение и автоматически открывается окно, которое предлагает нам различный вариант интерпретации нашего будущего изображения. Вот эскиз карандашу. Но не будем далеко ходить и нажмем на эту клавишу и посмотрим, что у нас получится. Вот такой вариант. Для оформления блога он подходит. Возможно, и для рисования тоже. Но меня интересует во все перечни возможностей этой программы живопись номер 9 «Акварель». И я с удовольствием нажимаю на клавишу «Рисовать». Программа работает вот таким широким мазком, который напоминает действия художника, действия его кисти. И мы, разобрав это изображение чуть более упрощенно, а начинающему художнику всегда сложно, когда перед ним очень сильно детализованное изображение. А программа помогает сделать некое обобщение, которое дает нам понимание, как писать эту картину. Предлагаю вам еще обратить внимание на вот эти два ползунка. Это количество интерпретации и точность кисти. Если мы количество интерпретации убираем на минимум и точность кисти убираем на минимум, то еще сильнее можем упростить изображение, которое собираемся рисовать. Это может помочь нам сначала сделать подмалевок, видя только общую картину происходящего, а потом уже и вернуться к более детальной проработке. Детальную проработку, как я вам уже сказал, можно увеличить, увеличивая цифру первого бегунка. Итак, программа помогает художнику увидеть обобщенное изображение, готовое для живописного исполнения. Если у вас остались вопросы, вы можете написать их в комментариях к этому видео. Безусловно, существует еще более сложный способ рождения эскиза своей будущей картины. Мы поговорим о нем в других видео. Если вам понравился этот видеоматериал, отметьте его там, где смотрите. Поставьте лайк или поделитесь этой видеозаписью. Это очень помогает развитию проекта Арт-школа. Ну и я думаю, вы не против принести непоправимую пользу друзьям и тем, кому это видео может быть интересно. Ну, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok